Ну что ж, и всем привет, с вами Вейджсов Синь, и сегодня в рубрике Смотр и не более мы рассмотрим игру, которая называется The Cat Lady, ну я так понимаю, женщина-кошка что ли. И не забываем, что если вам понравилась данная игра, то ставим лайки под данным видео, чем больше лайков, тем больше вероятности того, что эта игра продолжит свое похождение на моем канале. Так, меня зовут Сьюзан, какая-то ты там. Я живу одна в этой старой двухкомнатной квартире. Я редко выхожу из нее. И у меня миллион кошек, да, я самостоятельная женщина, нет, не угадал? Иные скажут, что это одинокая жизнь, и, наверное, это правда, но мне не нравится компания людей. В последнее время, по крайней мере. Я доверяю только своим кошкам теперь, и буду по ним искренне скучать. Но они поймут, они всегда понимали. Кувшинчик остается со мной до конца. Он смотрит на меня, будто знает. Кувшинчик. Наперсточек, блин. Горшочек. Потому что этой ночью я проглотила целую кучу таблеток. Они легальные, конечно. Прописаны врачом из-за моих проблем со сном. Но я приняла 34 штуки, все, что я могла найти в шкафу. И теперь комната вокруг меня кружится в туманном танго, и мое сердце замедляется. В любую секунду я буду мертва. Я спокойна, и я готова к этому. Мне осталось сказать одно. Спасибо за... Ничего. Прощай. Я не вижу, что там было по субтитрам написано. Слишком белая бумажка. Часть 1. Угадал, угадал. Дом в лесу. Понятия не имею, ребят. Что это за игра? Вообще первый раз ее вижу. Я ее не смог растянуть на 1000... На Full HD, короче, экран. То есть вот то, что вы видите, это то я вижу и я. И, честно говоря, разрешение, по-моему, этой игры, ну, где-то около... 1280 на 1024 в лучшем случае, а то и вообще 1024 на 768. Все, я могу управлять? Нажимай, чтобы ходить. Нажимаю, только я AD нажимаю, но, в принципе, это тоже нормально, видимо. Очень странная игра. Очень необычная. Я надеюсь, что будет вообще, ради чего разработчики эту игру сделали. Так, чтобы меню взаимодействия вверх, перебирать доступный вариант верхний, центр, чтобы подтвердить. Я вас понял. Закрыто. Меня странно влечет к этому месту. Надо найти способ открыть навесной замок и попасть внутрь. Внутрь. Сейчас что-нибудь найдем. Решетка, кстати, на окнах, вы знаете, советская какая-то. Я только, я только, не знаю, на наших дачах такие решетки видел. Лифт, или что это? Что-то 37. Как видите, интерфейс весьма богат на что-либо. Так, я не могу открыть дверь. И в автобас я тоже зайти не могу, вход с другой стороны. Ничего, что я прямо под этим встал в тот момент, когда оно усыпалось. Господи, понятно. Жбенг сделали. Чтоб люди обокакали все. Потемнее маленькой гамму сделаю. Нажимаю вверх, чтобы открыть взаимодействие. Скорая. Смотреть. Это скорая закрывает проход к выходу. Я что-то пролистал, да? Я не могу идти дальше. Закрывает проход к выходу из туннеля. Быть может, и нет никакого выхода. Может быть. Посмотрим, что внутрях. И тут закрыто. Да это же просто гениально. А что же мы делать-то будем? Я уже запутался. Ну а тут больше ничего нет, собственно. То есть, либо открыть. И она не открывает. Либо не открывать. И она тоже не открывает. Пойдемте назад. Откуда этот звук? Эй, кто здесь? Отвечай. Ты кто? Ёпта нахуй. 2D хоррор. Понятно. Посмотреть поближе. Это я. Мое холодное безжизненное тело. Прямо перед моими глазами. Что оно здесь делает? Нажимая вверх. Че Сьюзан? Я кажусь такой спокойной. Я сломал себе голову. Мои глаза почти единственная вещь, которая мне нравилась в себе. Даже сейчас они немного сияют. Класс. Лучше возьму его с собой, действительно. Ее вообще, короче, не смущает, что Турпенция ее же лежит прямо перед ней. Я, говорит, открою ей рот сейчас, и нормас все будет. Да, кстати, заметьте. То есть, немного игра такая. Че, имею ввиду? По словам, такая, что как только мы сделали действие, ну, против... Пропадает возможность взаимодействия с чем-либо. Я не успел, да? Я успел. Ну, теперь проход в тоннель нам окончательно закрыт. Уже, как говорится, не только скорая мешает, уже мешает все и вся. Герой, в принципе, игра может быть и неплоха, но, блин, ну разрешение чуть побольше надо. Ну, не... Давайте пристроимся к коленю сзади. Нам нечем пристраиваться. Да и вообще, это мужик... Очень живописно. Что закрыто? Так, нажимай вниз, ключ. Используй. О, все, нашел. Знаете, я себе Алису Страни чудес напоминаю. Вот эти вот провода у потолка, явно они, на самом деле, маленькие. Они такие огромные, как здесь. Отверстие заколочено досками. Знак внизу гласит аварийный переключатель питания. Опасно. Опасно. Подергать. И не хватает сил, чтобы содрать их голыми руками. Посмотреть внутрь. Там определенно что-то есть. Не могу сказать наверняка, но похоже на переключатель. Масына. Слишком большая жертва может обратить сердце в камень. Что? Нужна будет еще одна жертва, чтобы превратить его обратно? Возможно, я глуплю. Это просто какая-то старая машина, в конце концов. Как странно. Я не вижу ни одного переключателя или кнопки на этой машине. Как оно включается? То есть вы хотите сказать, что здесь я мне делать сейчас нехрена, да? Надо идти, мол, за оленем. Олень. Можно, кстати, сделать светлее, можно делать вообще тьму. Все это плюсом-минусом регулируется непосредственно в самой игре. Очень удобно, что, ну, как бы, сами понимаете, экраны у всех разные. Пойдемте за оленем, что нам делать-то? Вообще здесь было поле раньше. Черт, Олень, что ты со мной делаешь? Класс, это тоже я? Мое мертвое тело, свисающее с дерева. Я должна бояться, но я чувствую только пустоту. Стоп, что светится на шее у нее? Это ключ? Тело слишком высоко. Я не могу дотянуться. Ну, давай, отвяжем. Веревка завязана в узел. Развязать. Мне понадобится несколько часов, чтобы развязать этот узел. Твои идеи. Давайте зайдем внутрь. Видимо, дверь была закрыта с другой стороны. Ладно. Короче, это у нас хоррор с элементами квеста. Давайте, собственно, на этом уже будем заканчивать. С вами был Watch of Sin. Кстати, даже есть сохранение, что не может не радовать. С вами был Watch of Sin. Это была игра Женщина-кошка. Всем спасибо за просмотр. Не забываем, что если вам понравилась данная игра, то ставим лайки по данному видео. Чем больше лайков, тем больше вероятность того, что игра продолжит свое похождение на моем канале в виде летсплеев, либо в виде стримов. Ну, а на этом действительно все. Всем спасибо и всем пока.